Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые слушатели. Программа «Синяя Малик» в студии. И сегодня мы поговорим про «Оскар», но поговорим про номинации на «Оскар» и не только на «Оскар», но под необычным, может быть, таким углом, потому что в нашей студии главный редактор по «Стайгору» Елена Власова. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Джокер. Это, безусловно, ну, как бы очень крепкое, хорошее, качественное, безусловно, качественное кино с выдающейся, конечно же, актерской работой Хайкина Феникса. Да, но, ну, как бы 11 номинаций на «Оскар», ну, ребята. Ну, или, я не знаю, вот для меня, например, тоже фильм «Паразиты», вот это «Пон Джун Хо», опять-таки, очень интересное кино, да, это, ну, любопытно, но вот сказать, что это вот шедевр на все времена… Нет, абсолютно согласен. Нет, абсолютно согласен. Прийти на место других, это все понятно. И при том, что это довольно крепкая такая хорошая сюжетная история, она сделана эффектными способами, плюс вот с такой вот хорошей долей азиатской такой вот чернушности, я бы так сказала, да. Вот, ну, ничего там такого сугубо авторского нет, и никаким новым словом этот фильм не является, это просто очень хорошая, очень качественная, крепкая работа, которая вот адекватно воспринимается везде. Ну, я смотрю, что еще очень большое количество критики, как всегда, вызвало отсутствие женщин в режиссерской номинации, но, опять-таки, вот было несколько фильмов, которые вот «Маленькие женщины» Греты Гервик, также вот «Портрет женщины в огне», который, по-моему, тоже у нас будут показывать, Селин с Яммы, картины, которые, ну, многие ожидали, что будут выдвинуты, но, тем не менее, вот их не отметили. Ну, при том, что женщин действительно в этом году достаточно мало на «Оскаре», я думаю, что, по крайней мере, один фильм, это вот как раз «Маленькие женщины», да, Греты Гервик, он получит все коврижки, не в плане наград, но в плане какого-то признания, ну, по крайней мере, широкими массами, да. Дело в том, что, ну, тогда, может быть, чуть-чуть поподробнее я про этот фильм расскажу, потому что он вот-вот выйдет тоже на наши экраны. Значит, этот фильм, он, ну, как, наверное, многие знают, он поставлен по культовому роману американской писательницы Луизы Мэй Элкотт, который был написан в 1868 году, то есть сразу после Гражданской войны в Америке. И он вообще в мировой литературе, он считается таким вот программным, одним из самых важных феминистских текстов, то есть там впервые заговорили о том, что, ну, как же так, ну, неужели, вот, главная задача женщины – это всего лишь удачно выйти замуж. Мы же хотим вот как-то развиваться в каких-то других сферах, быть там писательницами, художницами, ну, и вообще вести ту жизнь, которую вот мы хотим. Не обязательно же вот мечтать только лишь о каком-то удачном замужестве. Ну, вот в силу вот такой вот темы он является вот действительно феминистским, очень, этот текст. И, безусловно, он выдержал уже 11 экранизаций, включая даже аниме, вот, и нынешняя, нынешняя экранизация произошла достаточно быстро после предыдущей, да, наверное, меньше 10 лет прошло. Вот, и в центре сюжета это судьба четырех сестер, которые, ну, опять же, у каждой, у каждой свой, свой путь. Но в фильме этот феминистский уклон будет еще более явственно выраженным. И в том числе это выражается и в костюмах, потому что героиня, которую играет Сирша Ронан, да, она там самая такая феминистка. Она даже носит, ну, не брюки пока, еще в то время женских брюк не было, она такие шаровары, она отказывается от корсета. То есть она очень такая свободомыслящая и свободолюбивая женщина. Еще очень интересный момент в этом фильме – это вот этот любовный дуэт между Сиршей Ронан и Тимоти Шаламы. Он построен очень в соответствии с современными представлениями о том, что является красивым. А сегодня красивым является андрогинность. То есть и в женском образе есть какие-то мужские черты, и в мужском образе, наоборот, есть некая доля женственности. И вот такой вот симбиоз, такая борьба инь и янь очень интересно воплощена в этих двух персонажах. Но почему этот фильм будет иметь такой огромный успех? Не только потому, что он хорош сам по себе, но еще потому, что он совершенно удивительным образом совпал с одной из главных модных тем сегодняшней моды. Это такой тренд под названием «мода прерий». Это условное название. В принципе, к этому тренду относится все, что связано с историей Америки, начиная от ковбоев и заканчивая индейцами. Но вот в последнее время особенно актуальны стали вот эти викторианские платья, которые носили героини как раз, ну, вот вроде Скарлотта Хара, да, то есть времен гражданской войны. Да, того же самого периода. Это вот такая викторианская мода, длинные женственные платья, юбки с подъебниками, пышные рукава, достаточно все целомодренно, закрыто. И молодежи это тоже нравится? В том числе очень женственно, да. И вот парадокс заключается в том, что сейчас это один из самых острых модных трендов. Видимо, мода, устав и с одной стороны от стиля стрит-стайл, и от спортивной темы, и от минимализма, ей захотелось вот чего-то такого романтичного, женственного. И вот как раз она нашла воплощение вот в такой вот ретро-теме. И, ну, безусловно, нельзя сказать, что этот фильм появился после того, как тренд стал востребован в моде. Но часто бывает, что вот какие-то общественные ожидания совпадают с какими-то продуктами, которые предлагают киношники. То есть, как бы, мода в жизни и в кино, она сходится. И здесь вот перед нами как раз такой вот случай. Ну, вообще, сейчас довольно много марок, которые именно поднялись на этой теме. Есть такая, например, американская марка Батшева, которая делает исключительно вот такого рода платье, которое носит все знаменитости. И буквально за три года она стала, по-моему, миллионершей, эта девушка, дизайнерша. То есть, эта картина, она, можно сказать, в тренде? По-моему, в тренд, в модный тренд, да. И, ну, плюс ко всему, там очень прекрасные, действительно, актерские работы. И Флоренс Пью, которая вот буквально в солнцестоянии, в этом же году можно было видеть. Она играет вот вредную сестру в этом четырехугольнике. Ну, и я думаю, что эта картина, да, наверное, что-то должна получить, как-то ее должны отметить. Но я вас уверяю, что то, что она получит в глянцевых журналах, будет не меньше, чем Оскар. Ну, и также, конечно, вот все в России очень опечалились, что Дылда не попала, вот, Кантемира Балагова. А я рада. Вот отмечаю, что очень такой странный получился набор иностранных фильмов. Вот там «Паразиты» Болеслава Педро Альмадовара. А вот остальные три картины, я понимаю, что не были так вот угадываемы. Многие как бы не ставили на именно, что они попадут в шорт-лист. Ну, так всегда бывают какие-то неожиданности. Что еще вот можно... Ну, если говорить о фильмах, которые, вот ты упомянул, о фильмах, которые, ну, были обойдены вниманием, да, оскаровских академиков в плане костюмам, да, наверное, стоило упомянуть фильм «Рокетмен», который, ну, безусловно, там костюмы играют, ну, важнейшую роль, точно так же, как они играют эту роль, огромную роль в жизни самого Элтона Джона, потому что для него одежда – это не просто способ самовыражения и какая-то там творческая оболочка, но это и способ бороться со своими комплексами, это какой-то защитный кокон, да, от окружающего мира. И в фильмах мы тоже видим, что чем более отчужденные и холодно ведут себя близкие к нему люди, начиная от мамы и заканчивая его любовниками, тем более экстравагантно он выглядит сам. Вот, то есть, как бы одежда – это такое, некая психологическая защита от ужасов, от мерзостей окружающего мира. Так что, конечно, костюмы в этом фильме чрезвычайно важны, и герой переодевается на экране 88 раз, вот это подсчитано, да. Но самое забавное, ну, я не знаю, может быть, наши слушатели кто-то знает, кто-то не знает, что в подобного рода боёпиках невозможно использовать оригинальные костюмы. Вот казалось бы, ведь… Казалось бы, что проще, заходи в бесконечные гардеробные Элтона Джона, бери костюмы уже готовые, многие из которых он сохранил, или, по крайней мере, бери фотографии с его каких-то концертных турне и делай такие же, а вот нет, тут всё упирается в авторские права. То есть, на костюм, оказывается, существует… Костюм является объектом авторского права, и если ты собираешься его использовать в том виде, в котором он существовал в своё время в фильме, то ты должен платить очень большие авторские отчисления авторам костюма. Кажется, вот странно, он же купил этот костюм. Это неважно, это считается коммерческое использование интеллектуальной собственности. Поэтому все биографические фильмы, в них наряды создаются по мотивам. То есть, это то же самое было и в фильме, например, про убийство Джанни Версачи. То есть, там нельзя было делать аутентичные костюмы Версачи. Они делались похожие, но, как говорится, с перламутровыми пуговицами. Чем-то они отличались всё-таки. И то же самое было и с костюмами Элтона Джона. Более того, художник по костюмам позволил себе вообще такой полёт фантазии, потому что многие из костюмов даже превосходят костюмы Элтона Джона. Вот, например, тот самый красный костюм с перьями, в котором он появляется в самом начале фильма, ну и, соответственно, в конце, когда он приходит в это общество анонимных алкоголиков, в красном костюме, который представляет собой то ли дьявол, то ли ангел красного цвета. Ну, невероятно такой впечатляющий костюм. Такого костюма у Элтона Джона и не было. Ничего себе. Да, это фантазия художника. И почему за такую-то фантазию и вот не дали? Ну, видимо, такие вещи не особо ценятся академиками, что всё-таки это костюмы по мотивам. И, ну, не знаю, как правило, биографические фильмы никогда не получают Оскар за костюмы. Очень обидно, тем более, вот мне, конечно, вот Эррена Эджертона было очень жаль, что он не попал в список лучших, ну, актёров, претендентов. Да, это, кстати, это очень обидно. Потому что, в отличие от Рами Малека, он и пел сам. То есть вот это меня, конечно, больше всего потрясало, потому что я прослушал много раз саундтрек, и я, ну, понятно, что там другие чуть-чуть аранжировки под его голос, всё сделано, но вот он реально был Элтоном Джоном. Доигра лучше. Доигра. Очень обидно. Да, кстати, между прочим, костюмы к фильму Рокетмен делал тот же самый художник, что и для «Богемской рапсодии» Джулиан Дэй. А в «Богемской рапсодии» тоже не выдвигали. Хотя, казалось бы, что тут? Вот Майк Алкоголичко, Фредди Меркьюри, его знаменитая. Что же, у нас сейчас, наверное, время для небольшой паузы, после чего мы вернёмся и продолжим программу «Синема». Я напомню, что сегодня главный редактор «Постай гору» Елена Власова в нашей студии, мы обсуждаем костюмы, самые яркие фильмы с точки зрения созданных для этих картин костюмов. Ну что же, костюмы как часть, неотъемлемая часть картины, конечно, это очень большая часть фильмов, которые особенно нас переносят во времени. Наверное, вот «Однажды в Голливуде» тоже такой яркий пример того, как костюмы создают эпоху, создают настроение. Тем более, что здесь очень много узнаваемых каких-то моментов. Ведь это история актрисы Шарон Тейт, реальная история актрисы, которая была убита, вот банда Чарльза Мэнсона. И об этом Квентин Тарантино снял свою тоже фантазию. Да, вот художница по костюмам Ариана Филлипс, которая вообще-то больше знаменита своей работой не в кино, а для шоу-бизнеса. То есть, в частности, она одевала Мадонну во всех за последние, наверное, лет 15, во всех клипах и во всех ее сценических шоу. Значит, она рассказывала, что, наверное, ни один кинорежиссер не относится так ответственно к съемкам, как Квентин Тарантино. Потому что, ну, во-первых, для начала он ей выдал длиннющий список фильмов, обязательных к просмотру. Там были какие-то ленты 60-70-х годов, телешоу, которые она должна была обязательно посмотреть. Кроме того, ну, возможно, многие знают, что Квентину Тарантино принадлежит кинотеатр в Лос-Анджелесе, у него есть свой кинотеатр. И вот вся съемочная группа фильма «Однажды в Голливуде» раз в неделю приходила как на работу в этот кинотеатр и смотрела старое кино. То есть, они сидели, ели чипсы, попкорн, пили вино и смотрели старое кино и вдохновлялись той эпохой. И, конечно, внимание к костюмам у Тарантино потрясающее, потому что многие вещи у него прописаны уже в сценарии. Так, например, герой, которого играет Брэд Питт, его первое появление в сценарии обозначено как парень в гавайской рубашке. И, как мы знаем, он действительно в гавайской рубашке во многих сценах играет. Но вообще, конечно, внешний вид очень помог режиссеру и актерам, конечно, для того же, для воплощения характеров. Например, Рик Далтон, которого играет Ди Каприо, это актер 50-х, чьи лучшие годы уже как бы позади. То есть, он уже вышел из моды, его реже снимают. И внешне он тоже уже как бы немножко старомодный, потому что на тот период, время действия фильма – это 69-й год, на тот момент уже никто не носит такие водолазки, вот эти вот такие кожаные массивные пиджаки коричневого цвета. Это уже считается неактуальным. И даже там есть сцены в этом фильме, когда режиссер картины требует, чтобы он убрал это все. Да, и мы помним, что когда он возвращается из Италии со своей новой женой, как он меняется, как он меняет стиль, потому что в то время именно Италия была главной законодательницей моды. В то же время герой, которого играет Брэд Питт, он выглядит совершенно иначе. Он выглядит более современно. Он выглядит, как все каскадеры, непринужденно. Он носит какие-то джинсы, майки, футболки, какие-то джинсовые куртки. То есть, как бы это такая casual одежда, очень удобная, комфортная, в то же время привлекательная. Очень интересна, кстати, история этой гавайской рубахи, о которой мы говорили. Эта рубаха была, ее принт был сделан специально, отпечатан по образцу какой-то старой, старой восточной рубашки. То есть, как бы в реальности такой гавайской рубахи не было. И, кстати, вот этот желтый, ярко-желтый цвет, который Тарантино использует неоднократно. Можем вспомнить Килл Билл, в котором Ума Турман точно в таком же ярко-желтом комбинезоне. Да, и в этом же фильме, однажды в Голливуде, сцена, где героиня Шерон Тейт приходит на вечеринку «Плейбои», на ней тоже желтый, желтый костюмчик. Этот желтый цвет, он излюбленный цвет Тарантино, он очень любит. Это так называемый калифорнийский оттенок желтого. Ну, кстати, в фильме использовалось несколько аутентичных вещей, которые действительно принадлежали Шерон Тейт. Потому что ее сестра Дебра, она, узнав о том, что будут съемки такого фильма, она просто предоставила какие-то украшения своей сестры и пару каких-то даже предметов одежды. Но мне кажется, что в этом фильме еще важно то, что костюмы в нем выглядят не только аутентичными, соответствующими моде того времени, но и очень современными. В частности, вот самый известный такой лук Марго Робби, исполнительница роли Шерон Тейт, черная водолазка, белая мини-юбка и белые лаковые сапожки. Но этот лук можно использовать, я думаю, в любом современном журнале, и это выглядит невероятно свежо и актуально, гармонично, такой образец современного минимализма. Недаром все эти луки уже разобраны в сети, уже разные сайты предлагают составить такие аутфиты из одежды, где можно одежду эту купить, сколько это стоит, то есть все уже разобрано по косточкам. Опять можно сказать, что фильм задает моду или идет в русский момент? Да, он использует, конечно, нынешнее увлечение ретро-стилями, потому что в современной моде ничего нового уже давно не изобретается. То есть мы все время носим и перенашиваем старые тренды, переосмысливаем их заново с новыми материалами, какими-то более технологичными, по-новому микшируем, но принципиально нового пока ничего не было уже долгие годы. И еще одна картина «Кролик Джоджо», которая, опять-таки, очень сложный момент. Это исторический фильм, опять-таки, фильм, действие которого происходит на нацистской Германии, и это мода Третьего Рейха. И вот как здесь удалось себя проявить художникам? Ну, начнем с того, что я этот фильм обожаю. Я бы ему дала все Оскары, включая самые главные. Ну и, безусловно, Оскар за костюмы я бы тоже ему дала, потому что, на мой взгляд, это безупречная работа художника по костюмам. И художница по костюмам – это Майс Кастильеро де Рубео. Это мексиканка, которая уже давно работает в Голливуде. Она, в частности, работала над многими фэнтези и приключенческими фильмами. Она делала «Апокалипсис» Мэлла Гибсона и работала над «Аватаром». Ну, не одна, там их целая команда была. И, в частности, она делала предыдущий фильм того же режиссера. Сейчас о режиссере немножко отдельно скажу. «Тор. Рагнарёк». Такой вот странный фильм был. Вот тоже она работала над ним. «Селенный Марвел». Да, то есть она делала и такие костюмы комиксные, скажем так. Но здесь совершенно другая история. Здесь действие фильма действительно происходит в Германии в 30-е годы. Уже вовсю зародился фашизм. И одно действие, всё как бы показано глазами маленького мальчика, который, будучи одиноким, как многие дети, у него есть воображаемый друг. И этот друг никто иной, как Адольф Гитлер. И на всё это окружающее действие этот мальчик смотрит с точки зрения какой-то… Для него всё это как бы герой сказки какой-то. То есть и Адольф Гитлер – это тоже никакой не злодей, а какой-то вот такой прикольный-прикольный чувак, который бегает, прыгает, что-то там суетится, куда-то бежит, стреляет. Но со временем, безусловно, он как бы в этом своём воображаемом друге, он разочаровывается, как и, собственно, во всей нацистской машинерии. Но и это видно по костюмам. Если в начале костюмы гитлеровцев, костюмы нацистов, они такие почти что клоунские, и сам Гитлер выглядит как клоун, то есть в каких-то широких штанах, в какой-то… Это, кстати, не аутентичная нацистская форма, а стилизованная, да, она была заново придумана художником. Вот в начале она такая довольно смешная, чуть ли не оранжевого цвета, с широкими штанами, то постепенно она как бы становится строже, 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 и в то же время ветшает, ветшает, ветшает. И в конце фильма мы уже видим точно так же, как образ самих нацистов ветшает, так и их одежда ветшает в глазах этого мальчика. И единственный персонаж, который остается ярким до последних кадров, это его мама. Это его мама, которая играет с Карлотт Йоханссон. И безупречные совершенно тоже наряды, очень интересные. Надо сказать, что художница по костюму вдохновлялась творчеством французской художницы Сони Делане, которая в 30-е, 20-е, 30-е годы сделала для текстиля то же самое, что сделал Пикассо для живописи. То есть она играла кубизмом, разными орнаментами, совершенно невоображаемыми сочетаниями цветов, но на ткани. Она делала уникальные ткани. И сейчас, кстати, довольно часто проходят выставки ее вот этих вот тканей, которые сегодня считаются абсолютно культовыми. И вот подобные сочетания цветов и орнаментов использованы для одежды с Карлотт Йоханссон. Плюс она одета не как немка, потому что это не мода Третьего Рейха, это берите выше, это просто какая-то парижанка. Плюс какие-то такие вот довольно мультяшные цвета, фасоны, эти причудливые в тирольском немножко таком стиле шляпки. Ну, то есть мальчик запомнил свою маму очень яркой. И, конечно, в этом фильме, ну, безумно важную роль играют отдельные предметы гардероба, в частности, туфли, мамины туфли. Да, если ты смотрел фильм, ты помнишь, что благодаря этим туфлям он узнает свою маму, когда ее уже казнили. Вот туфли – это двухцветные туфли, которые в 30-е годы очень часто снимали в фильмах, в мюзиклах, да, то есть в таких чечеточнике часто выступали, да, и вот именно по этим туфелькам он опознает маму. Ну, конечно, в этот момент можно разрыдаться в фильме, но, в принципе, это, конечно, ну, невероятно, по-моему, удачная работа со всех точек зрения. Тайка Вайтити, да, это новозеландский режиссер, который снял «Что мы делаем в тени», как же его там переводили, я не помню, локализованное название русское. Вообще он, кстати, очень интересно. Он, у него папа, судя по всему, поленезиец, а мама, у него еврейская мама. И этот мальчик, он тоже, так же, как и герой этого фильма, вот, о котором идет речь, он тоже всегда в школе, он чувствовал себя изгоем немножко, потому что он и не там, и не там, да, вот он такой вот. Поэтому он знал, о чем он снимает кино. Но мне показалось, что этот фильм еще будет очень интересен тем, кто застал еще советскую эпоху, потому что вот это двоемыслие, о котором говорил Оруэлл, оно присутствовало ведь и вот в нашей жизни, когда родители слушали там по приемнику голоса, но не могли объяснить детям, вот, что они слушают, что они делают, и почему в школе говорят, что там дедушка Ленин хороший, и что мы там идем к коммунизму. Вот эти вот все какие-то вот вещи, которые вот тоже присутствуют, ну, то есть мне показалось, что очень много параллелей можно найти, и это находит какой-то отклик, отзвук вот в наших каких-то... Да, мне кажется, что еще этот фильм, поскольку, несмотря на то, что он достаточно острый такой по форме, да, и по жанру, он хорош тем, что это образец безупречного вкуса. В отличие, скажем, от фильма «Смерть Сталина», да, который, ну, не назовешь образцом хорошего вкуса, где шутки, ну, ну, не знаю, не знаю. Здесь все-таки действительно достаточно острая тематика, да, и юмор такой черноватый, скажем так, местами даже очень, но тем не менее вот этот... Да, он выдержан. ...удалось пройти по этой грани. И меня вот что поразило, вот как меняется настроение фильма. Вот я, наверное, это ощущение испытал вот только вот в линкоме на спектакле вот Марка Захарова «Опоминальная молитва», когда в одну секунду вот зал хохочет до слез, и вдруг гробовая тишина, потому что какая-то страшная сцена, или вот из печальной сцены, когда все рыдают, вот через 40 секунд зал хохочет. И вот здесь тоже, когда вот вдруг входит там, не знаю, гестапос, вот только что мы смеялись, веселились там вместе с воображаемым Гитлером, и вдруг этот нацизм входит в дом, и тебе становится страшно, что сейчас будет. Да. Ну, мне понравилось, что там нет вот таких лобовых решений. Вообще современного зрителя очень тяжело раскачать. Мы настолько уже насмотрены, да, и наша чувствительность настолько притуплена, что нас очень трудно и запугать, и разжалобить, и, ну, я не знаю, да, мы уже покрыты такой толстой кожей, и, ну, этому фильму удается вот достучаться до сердец, что называется. Так что смотрите... Держим кулаки за этот, я лично за него держу. Что еще вот в нашем списке? 1917, я не видел этот фильм, к сожалению, но вот... Да, это фильм очень, конечно, мощный, очень достойный, но на «Оскар» он выдвинут, как ни странно, по категории за лучший грим и прически. Ну, даже, наверное, здесь не столько прически, сколько грим, потому что там приходилось действительно гримировать много массовки. Ну, гримировать, вы сами понимаете, в роли кого? В роли трупов, да, и раненых, и так далее, да, ну, то есть там большая работа, да. Ну, помимо всего этого, да, фильм действительно произвел на меня очень сильное впечатление. И «Ирландец», вот можно сказать, тоже такая прощальная работа Мартина Скорсезе. Ну, не думаю, что ему уже удастся снять такого, ну, такое большое, почти четырехчасовое большое кино. Но и здесь, почему именно вот эта картина тоже попала в список у «Оскаровских» претендентов? Ну, я, честно говоря, не знаю, почему она попала в список лучших костюмов. Попала она? Да, попала. Да, попала. Да, 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 да. Ну, кстати, вот, ну, я думаю, что, возможно, возможно, «Оскаровцы» решили так подстраховаться, потому что, ну, если она не получит каких-то главных наград, да, то, ну, в каких-то, по крайней мере, ну, хотя, наверное, это было бы очень обидно, получить ирландцеву призы костюма, да, хотя, конечно, работа Сэнди Пауэлл, великолепной художницы по костюмам, которая работала со Скорсезе на, по-моему, пяти его последних фильмах, она, она блистательна, да, то есть никто, как она, не умеет так создавать эпоху. А ей приходилось создавать эпоху, начиная от 50-х годов до 2000-х, да, и каждое десятилетие у неё окрашено своим цветом. Если 50-е годы – это такие сини-серые тона, 60-е – это такие ахристо-зеленоватые, 70-е – это такие бордово-синеватые, ну, то есть как бы для каждого десятилетия она нашла свою цветовую гамму. И учитывая то, что Сэнди Пауэлл, она просто не могла отдаться полностью этому фильму, потому что в то же самое время она уже работала над фильмом, который вышел чуть раньше, да, это Мэри Поппинс, который был номинирован в прошлом году, она была за него номинирована в прошлом году, поэтому, когда её Скорсезе пригласил, то она сказала, ну, я не могу тебе отказать, ну, окей, но я возьму себе ещё ассистента, и она взяла ассистента, с которым работала, поэтому по этому фильму как бы два художника по костюмам, вот, но я не знаю, ну, сам фильм, ну, Скорсезе есть Скорсезе, да, как говорится, талант не пропьёшь, и Большой Мастер сделал очередную большую работу, но лично для меня там не было ничего нового, то есть мы видели такого Де Ниро, мы видели такого Аль Пачино, мы видели всех этих мафиозников, да, и, ну, ну, не знаю, всё это качественно, очень кропотливо, очень эпично, я бы так сказала, да, эпично, но... Вот, мне кажется, абсолютно вот эти слова можно вырезать и копипейстом сделать к «Звёздным войнам», к последнему фильму саги, где тоже все старые герои вот выходят, у каждого есть свои пять минут для прощального монолога со зрителем, и вот они, вот у меня всё время кажется, что саундтреком должна звучать песня «Давайте не громко, давайте в полголоса», потому что вот под это, как будто бы вот под это настроение они прощаются, и печально, ну, вот мы видим Керри Фишер, которая три года до премьеры уже скончалась, но как было у Евтушенко ткнут прошашлыченным пальцем кассету и пой, даже если тебя уже нету, песня про Высоцкого, вот получилось так, что Дисней воскресил актрису для того, чтобы вставить, ну, в её, в этот фильм, и здесь тоже, опять-таки, костюмы, я понимаю, очень играют большую роль, но, опять-таки, очень важно было, очевидно, ведь все эти маски императоров, там, костюмы штурмовиков, они были созданы ещё 40 лет назад, и вот нужно, с одной стороны, не обидеть фанатов, не отпугнуть их там чем-то новым, но в то же время как-то проявить себя, то есть вот здесь, наверное, задача достаточно была сложная. Ну, вот художником по костюмам всех последних трёх фильмов «Звёздных войн» был Майкл Каплан, который как раз в этом году получит приз за достижения, за карьеру от гильдии художников по костюмам, это очень почётный приз, который получают все, ну, величайшие художники по костюмам. Вообще, этот человек, у него прекрасная биография, прекрасная фильмография, и «Звёздные войны» далеко не лучше его творения, да, начнём с того, что он делал, один из первых фильмов, который он делал, это «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, и он сразу же получил за него премию гильдии художников по костюмам. Плюс он делал несколько фильмов с Дэвидом Финчером, семь, он делал «Бойцовский клуб», он делал, но то, что мне больше всего понравилось, это сериал «Оленист», который вышел в прошлом году, тоже выдвигался на многих номинациях за лучшие костюмы, и сам этот художник, он говорил, что 40 лет он ждал момента, когда будет возможность сделать исторические костюмы, и, наконец, он их сделал. Это 19-й, по-моему, да, век, когда там действие происходит? Да, да. Ну, тем не менее, он сделал вот и костюмы к трём последним частям «Звёздных войн». Как он сам признавался, его задачей было, вот как ты правильно сказал, что не испортить то, что уже было придумано до него, плюс каким-то образом эти костюмы облегчить, сделать более комфортными, удобными, технологичными, да, потому что в своё время Харрисон Форд очень жаловался на то, что у него жёсткие воротнички ему тяжело играть, да, или, например, этот вот, этот знаменитый андроид, да, что в этот костюм можно было влезть, но невозможно было из него вылезти, там, чуть ли не заново его нужно было переделывать. И вот Майкл Каплан всё это как бы модернизировал. Но, конечно, у него, нельзя сказать, что его работа была чисто технической, нет, да, творчество там тоже присутствовало, да. Например, герой, не спрашивай меня, как его зовут, я никогда в жизни не скажу, которого играет Адам Драйв. Адам Драйвер, вот я помню имя его, Кайл. Вот как бы нынешний злодей, да, то есть нынешний злодей, у него в предыдущем фильме был разбит его шлем в дребезге. Но в новом фильме этот шлем опять потребовался. И что придумал художник по костюмам? Он решил восстановить этот шлем, причём по технологии, которая используется в Японии. В Японии разбитую посуду, фарфоровую или керамическую, её склеивают при помощи такого специального клея с частицами золота или платины. То есть в этой посуде видно, что она склеенная, но за счёт вот этих драгметаллов эта посуда становится ещё более ценной, чем до того, как она, чем когда она была целой. И вот по такому же принципу он как бы склеил этот шлем. Там видны такие прожилки, но он добавил не золото или серебро, как это японцы делали, а добавил красную краску. И получилось, что у него этот шлем, он как будто там опоясан такой кровеносной системой. То есть он как будто пульсирует. Как бы этот шлем стал жить своей собственной жизнью. Это чрезвычайно эффектная вещь. Хотя, казалось бы, такая вот мелочь. Просто один аксессуар. С другой стороны, ему пришлось ведь создавать костюмы не только для живых актёров, но и для уже ушедших из жизни. Ну да, это, наверное, первый случай в истории кино, когда художник по костюмам одевал уже, так сказать, ушедшую в мир иной актрису. Кире Фишер умерла в 16-м году, но поскольку был запас кадров, которые она сделала ещё, снимаясь в предыдущем фильме, то было решено использовать часть этих кадров, но её переодеть. И художник по костюмам, по её меркам, шил ей новые наряды. И я уж не знаю, при помощи каких высоких технологий эти новые наряды на неё одели. Вообще удивительно, конечно. Живём в каком мире. И самая последняя финальная сцена, в которой она появляется, она одета в белые наряды, точно такие же, какие были на ней в самом первом фильме 40 лет назад. Я напомню, что всё, Дисней как будто бы завершил эту сагу, но, с другой стороны, я понимаю, что приключения с новыми героями продолжатся, то есть они будут выжимать эту вселенную. Джордж Лукас, который продал Диснею с потрохами, у меня ощущение, что это как на невольничем рынке своих детей. То есть просто за эти 2 миллиарда он отдал, и Дисней дальше уже начал распоряжаться всеми его задумками. Мы не сказали, правда, про Джуди, не вспомнили, хотя тоже, наверное, яркая тоже картина. Да, картина неплохая, скажем так. И особенно неплохая мне актерская работа Ренезель Бегер. Она тоже сама поёт. Она сама поёт, и она прекрасно двигается, она в отличной форме в этом фильме. Она играет Джуди Гарланд. Она играет Джуди Гарланд, то есть маму Лази Минелли, и выдающуюся актрису, которая знакома каждому, наверное, американцу. Волшебник страны ОСС и многие другие фильмы. Ну, эта картина получила, по-моему, да, она получила номинацию на Оскар тоже за грим и прически, потому что Рене там довольно сильно состарили. Это не бросается в глаза, но это есть, потому что, конечно же, Джуди Гарланд в тот период времени, о котором идёт речь в фильме, она была значительно старше, чем Рене. Костюмы там тоже очень достойные, очень интересные. Но интересно, что художница по костюмам решила сделать из Джуди такую, ну, как бы это сказать, рокершу. То есть такую женщину-рокера, да, то есть по её мнению, Джуди Гарланд была вот такой предтечей Эми Уайнхаус, ни много ни мало, да, то есть женщина с душой рок-н-ролльщика. И в костюмах это тоже вот прослеживается, да, потому что, конечно же, мода 60-х годов была, ну, достаточно буржуазной, но Джуди могла себе позволить многое. И, в частности, она часто носила брюки, да, то, что в то время было не очень-то принято. Ну, и вообще, и вообще она отрывалась по полной программе в плане одежды. Ну, и, кстати, за этот фильм всё-таки Рене Залвегер тоже получила номинацию актёрскую. Заслуженно, заслуженно. Да, поскольку сыграть, спеть и вжиться в героя, в героиню, это очень-очень достойно. Что же, на самом деле всё, час пролетел, и мы как-то-то совершенно незаметно. Спасибо огромное. Елена Власова, главный редактор журнала «Паста и Гару». Сегодня вот мы обсуждали кино с точки зрения костюмов, какую роль костюмы играют в кинематографе. Спасибо большое. Спасибо вам. И хочу пригласить всех наших слушателей посетить кинотеатр «Спландит Палас», где идут практически все главные оскаровские номинанты.